День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброго утра, хорошего настроения. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Доброе утро. Сегодня утром, в частности, о том, что люди, оказавшиеся, может быть, дома, меньше выходящие на улицу, меньше занимающиеся спортом, находящиеся в стрессе, начинают больше есть. Входить к холодильнику, какие-то такие вот компульсивные расстройства питания страдают этими всевозможными вещами. И где найти поддержку, где найти помощь, где найти силы для того, чтобы отказаться от всяких вредных вещей. Вот об этом мы сейчас поговорим. Ну и не только об этом, а как себя больше любить, что тоже важно. Конечно же, и на прошлой неделе начало работу общество, единственное в Латвии, для людей как раз-таки с нарушениями питания. Общество называется «Буд Брива». Им руководит Анна Балуда, которая сейчас на связи с нашей студией. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, насколько вот эта проблема, расстройство питания, депрессии, компульсивные расстройства свойственны вообще нашей стране, нашим жителям? Насколько часто встречается и с чем связано? Во-первых, я хотела сказать, что это болезнь. Это не просто такой, как бы сидим дома и больше кушаем. Это реально болезнь, когда человек не может контролировать то, что он кушает или не кушает. Это анорексия. Во-первых, такие пиэтиюмы в Латвии нет. Сколько людей болит. Сколько подвержены подобным. Ну, вообще в мире такая статистика, что 9% популяции есть такая проблема. Эта проблема связана больше не с едой, ну, на середине, но это психоэмоциональное сломейба. Психоэмоциональное расстройство, болезнь. Я напомню, наши телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. Можно задавать вопросы руководителю общества Бутбривай, Анне Балуаде. Если, может быть, у кого-то психологический барьер, кто-то стесняется, вы можете писать. У нас также есть возможность оставлять смс-сообщение на номер 2-3-0-6-1-9-1. Пишите нам 2-3-0-6-1-9-1. И мы с удовольствием озвучим ваши вопросы в эфире. Анна, кто занимается лечением этих болезней? Кто занимается помощью страдающим от и анорексии, и булимии, и прочих расстройств питания? Там обязательно надо сходить к психотерапевту. Но есть такие случаи, когда надо психиатр, там надо уже медикаменты и такое лечение. И обязательно этот устур специалист, я не знаю, этот не диетолог, который занимается том, как бросать вес, но этот, который больше работает, как бы, ну, я знаю, по-другому, что делать. Специалист по питанию, это, я думаю, так и есть. Который подберет диету, который порекомендует, как правильно питаться в каждом конкретном случае. Вот интересно, что когда мы беседовали с психиатром Рейлем Резником Мартовым, он говорил о том, что очень часто у людей бывают такие, как качели от анорексии до булимии. То есть сначала человек себя изводит диетами, а потом вдруг срывается и начинает есть безостановочно. И потом опять он в ужасе от того, что он набирает вес, он снова перестает есть. И вот он говорит, что это часто, ну, вот нам кажется, что это совершенно разные вещи, а они бывают, сочетаются в одном человеке. Это случай, который, ну, ты, я считаю, ты дармом, тем мы занимаемся. У нас есть такие пашпалы, где без группы, я не знаю, как на русском. Группы самопомощи, да. Да, да. И там мы делаем всякие здания, ну, как бы, уздавумы, которые тоже психологические и помогут любить себя, как вы сказали. Ну, а в данном случае что подразумевается под любовью к себе? Бережное, осторожное отношение и лечение или принятие себя, вот тот самый модный нынче бодипозитив, который, как мне представляется, все-таки со здоровьем не всегда согласуется, не всегда он именно про здоровье, а скорее про то, чтобы смириться. Да, это девочки, и, ну, есть тоже мальчики, но мало, где-то 1,5 процентов, или, ну, вообще, в мире 10 процентов, но, как я смотрю на свой сайт и фейсбуке, которые фолловерс, эти 1,2-1,5 процентов. Ну, они видят себя, как бы, толстым, они ходят в зеркало и видят не то, что есть, но то, что психи показывает у них. И они считают, что проблема с этим телом, ну, как бы, термин, бодием, но тема не про то, это после каких-то переживаний, ну, тяжелые и так далее. И когда ситуация стабилозаясь, как бы, все в жизни нормально и так далее, они могут начинать, как бы, лечиться. Потому что пока, ну, происходит всякие и таки, они весь, ну, так сказать. Ну, если я правильно понимаю, проблема в психике, а не в теле как таковом, и лечение нужно начинать именно, ну, назовем так, упростим с головы. Насколько вот те люди, которые к вам обращаются за помощью, они, ну, готовы к тому, что это может быть каким-то долгим путем, потому что многие люди хотят получить все сразу, очень легко, надеются на какое-то очень быстрое, какие-то волшебные изменения. Но вот насколько люди, ну, вот у людей, нужно ли им объяснять, что это все-таки долгий путь, который потребует каких-то усилий над собой? И терпения, да. Я могу на латышкам сказать или нет? Да, конечно, конечно. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Ну, татад, tie cilvēki, kas jau отнāk pie manis, tie jau zina savu problēmu, un viņi meklē, jo, ja viņi ir atraduši, tātad viņi iet un meklē, un liela daļa zina, ka tas būs grūts ceļš, un liela daļa jau iet pie speciālistiem. Bet, kas Latvijā ir problēma, kad daudzi speciālisti nav kompetenti, viņi zina teoriju, nu, vai viņi nezin, kā tas ir reāli. Un tad viņi atroda palīdzību, kur es zinu, kā tas reāli ir, jo tas nav tikai tas, ko rāda medijā, tur meitenē izvēmjās vai meitenē nē. Tas ir pavisam savādāk, jo cilvēks ir gatavs zakt naudu ēdienu, te ir atkrivi, tas ir arīs lami. No, to jest, kārtka versija, što k Ani Balu, kā gālājībā būdabrivi, prieko ļoti, kātūrļ, dāja pavisam, no spēcālistās, ļoti īinu neģinātā kompetentēnā, v tom smyslu, što āni stālkiu īsakķi pārķinās, ā ādienu, 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 В основном, к сожалению, речь идет о девушках, о женщинах, даже крадут деньги, воруют деньги на еду, чтобы вот заесть свои проблемы, и это настоящая зависимость. А насколько очень важно для тех, кто столкнулся с этой проблемой, увидеть других людей, понять, что они не одиноки, у других людей есть такая же проблема, и вот как сейчас во время ковида организуются вот эти группы поддержки? Потому что раньше, ну вот как в обществе анонимных алкоголиков, люди встречались, они могли обсудить, и для них это было психологически как-то проще понять, что они не одни, что, да, действительно есть люди, которые вот у них была проблема, они ее решают, и вот ты, значит, тоже можешь. Но сейчас вот физически это нельзя, вот как вы решаете в этом обществе? Да, 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 да. А что это за задание, который надо выполнить? Ну, как это пример? и помогать имелить себя. Вместе с тем временем, мы также помогаем, как вертикты учитываются с другими людьми. Как тебе вертикты учитываются с другими людьми? У меня видит, что это не так, арая из-за. Это вертикты учитываются с другими людьми. И так как психологическому издалиму. Так, дайте мне, пожалуйста, минуту для короткого перевода. Так вот, важно говорить о проблеме и собираться в группах. Сейчас это, конечно, происходит удаленно по Zoom, рассказывают о своих проблемах, рассказывают о теле, а потом переписывают эту историю тела и, в общем-то, выполняют другие задания, направленные на понимание того, что внешность — это еще не все, и есть многие другие важные ценности в жизни. У нас есть звонок из прямого эфира. Доброе утро, мы вас слушаем. Да, доброе утро. Чтобы вы не теряли время, я просто хочу поддержать гостю, что она очень замечательно говорит на русском. И шикарная передача проводится тогда, когда она идет на русском и вставляет на билингвальном языке. Вот это вот, она говорит-говорит на русском, и когда она просто слово говорит приоритаты, да, для меня нет проблемы слушать ее на латышском языке, но когда она вставляет слово на латышском языке, передача дает больше шарма. Поэтому не волнуйтесь, вы очень хорошо говорите на русском, поэтому я позвонил поддержать. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо. Анна, ну вот такой неожиданный комплимент. Неожиданный, но вполне заслуженный. А я вам заранее говорил, что все будет в порядке, не надо волноваться, все будет хорошо. Ну давайте продолжим. Какого рода еще поддержка проводит, осуществляется в вашем обществе будбривой? Там есть помощь, если, ну, я в ситуации лёд, но опять, да. Там, например, вина не в том, что девочка считает, что она толстая, так, ну просто, родители и так далее. Есть, например, муж, который, есть эмоциональный вардер, биби, Димина, если я правильно понял вопрос. Эмоциональный насилие, да-да-да. Да, потом я посоветую идти не к нам, это уже марта центра, которая этим занимается. И потом посмотрите, ну, полега лабак, или нет, потому что если есть муж, который каждый день ты толстая, где ты будешь ходить, тримьерами, бьемками и так далее, и девочка начинает не кушать просто. А если она будет, ну, отрасить на то проблему, то, наверное, она не будет варшей проблемой. Угу. 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 Спасибо, что перезвонили. Доброе утро. Алло. Здравствуйте. Говорите, да, вы в эфире. Спасибо. Вы знаете, когда вот вы поднимаете тему на полном серьезе о переедании, что с этим делать, вы знаете, у меня почему-то сразу мысль, а как бы слушали эту тему люди, пережившие блокаду? Угу. Угу. Вот так. Спасибо большое. Ну, на самом деле, я сразу хочу сказать, что очень часто переедание – это как раз у людей, ну, достаточно с маленькими доходами, потому что они питаются более некачественными продуктами, и это не зависит, не обязательно богатый и толстый. Вот так, какая-то очень примитивная связь, которая бывает… Да, и мне кажется, помимо этого есть еще один нюанс. Не стоит все-таки обесценивать переживания других людей, причем здесь война. Мы, слава богу, живем более-менее в мирное время, но все равно подвержены многим стрессам и эмоциональным проблемам, и выгоранию, и психологическому насилию. Только что Анна упомянула вот психологическое насилие в семье. Кстати, Анна, давайте, может быть, продолжим эту грустную тему. Насколько частые случаи вот этой психологической агрессии? И... В семьи, ну, така… В семи, ну, примерно… В семьи и в окружении, да. У нас нет людей. Ну, мема, летчи с одной сегодняш şimdi, у нас есть четвер ass 오�스хода, которые, ну, в конкретно статистике Со знали. Ведь reality в какие-то со звglass река нам, Но, но и так. Но я не знаю, и тогда я запрати. Можем было верить вакар, где мы делали, как мы стихали, как мы стихали. И тогда мы думали, что мы с вами есть, что мы с вами садрбовались. Время, время, время. И это все еще, так как у COVID-19. Угу. И это все, что мы с вами работали. Ну, опять же, короткая версия, то, о чем говорит Анна, на волне пандемийных ограничений, когда мы все оказались заперты на ограниченной территории, возросло количество случаев вот этой вот агрессии направленной на членов семьи внутри этой самой семьи. У нас очередной звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Кстати, прекрасный нюанс. Более того, не то, что слышали, но и сталкивались. Я сам в своем детстве был обзываемым житрестом во дворе. Ну, так себе приходилось. Приходилось делать вид, что меня это не трогает. Ну, это достаточно большая проблема, да, и дети могут быть очень жестокими. То есть это проблема не только взрослых, но и детей, наверное, тоже. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. В самом деле, трудно не согласиться. Многие проблемы идут из детства. Как у нас? Да, у меня просто есть еще вопрос. Действительно, он связан с тем, что, насколько я знаю, в Латвии нельзя получить бесплатную помощь, вот, обратившись в медицинские учреждения, если у человека такого рода заболевание. Хотя в других соседних странах это решается. Вот, насколько здесь, может быть, ваше общество может собрать голоса, чтобы подписи, петицию, чтобы все-таки эта проблема, может быть, решалась, и государство взяло на себя расходы? Знаете, я тоже не задумывался, но то, что я знаю, что вообще нет, как лечить взрослые человека из анорексии булымии. Есть, как лечить детей на БМС, есть уже программа. Да, я знаю, как лечить детей, где я был лечить, ну, ну, не каадас отбилдес. Ну, так как, ну, тас мани ногурдина, когда с ею по висам дурвим, ну, не каадас отбилдес. Без липс министры, я иракстил. Ну, ну, яг. Ну, вода камень точит, что называется, и вы только начали свою активную деятельность. Напомню, мы беседуем с главой общества Будбривой Анной Балудой. Это единственное в Латвии общество, которое оказывает поддержку людям, столкнувшимися с компульсивными расстройствами питания, тогда анорексией, булимией, подобными вещами. Большое вам спасибо за вашу вот эту вот работу, подвижничество, можно сказать. И, ну, главное то, с чего мы начали, и вот, что называется, красный нить, еще всю беседу прошло, что, во-первых, не нужно стесняться себя. Нужно как-то начинать любить себя и не стесняться, опять же, самое главное, обращаться к специалистам и за психологической помощью, и в попытках лечения, потому что об этом Анна постоянно напоминала, что это самое настоящее заболевание. Анна Балуды, руководитель общества Будбривой, с нами была сегодня утром. Спасибо вам большое, Анна. Огромное спасибо и удачи вам в работе. Всего доброго.